Издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Закон обратного волшебства. Анфиса Коржикова влетела в торговый аптечный зал как раз в тот момент, когда Лида уже выдвинула из-за стойки свои монументальные формы, собираюсь прошествовать по ослепительно чистому полу к двери, чтобы перевернуть табличку на длинном шнурке. Было закрыто, встало открыто. Опоздало, опоздало. Заведующая очень не любит, когда ее девочки вбегают на работу с последним звонком. Надо же подготовиться как следует. Халат, шапочку надеть, руки помыть. И непременно с каким-нибудь дезинфицирующим раствором. Аптека была старинной, огромной, с ореховыми диванами, фикусами в катках, с деревянными шкафами, полными лекарств и загадочных бутылей темного стекла по горлышку, опоясанных бумажными шарфиками. Без новомодных глупостей, типа магазинных витрин и пластиковых зеленых корзин, в которые следует набирать товар. «Лекарство — не товар», — говаривала заведующая наставительно. «От лекарства бывает. Человеческая жизнь зависит». Анфиса Коржикова любила свою работу и гордилась ею. «Анфиса!» — с удивленной укоризной воскликнула Лида, словно видела коллегу первый раз в жизни. «Что это ты так сегодня?» «Как?» — огрызнулась Коржикова. «Заведующая ей все выскажет. Непременно. Уж Лида могла бы воздержаться. Хоть и невелик грех, а выскажет. Может, даже и не сейчас, а через месяц, к примеру. Заведующая очень любила накапливать факты, а потом вываливать их в самую неожиданную минуту, когда все уже расслабились и о своих грехах и проступках позабыли. «Да вот, опоздала!» — нараспев сказала Лида. «Все уж давно по своим местам». Дверь за их спинами с табличкой закрыта, неожиданно распахнулась и показалась Лена Андреева. На лице у нее была тревога. «Еще не открывала?» — тяжело дыша спросила она Лиду. «Вот и хорошо. Сегодня с троллейбусами прямо что-то жуткое». «Это точно», — подтвердила Анфиса. «Девочки, идите скорее, сейчас уже открываться будем». «Да мы идем, идем!» «Анфиска, а ты тоже в троллейбусе застряла?» «Я в метро время потеряла», — на ходу придумала Анфиса. «Вроде и встала вовремя, и будильник зазвонил, и все нормально, а в метро...» «Что в метро?» — издали спросила Татьяна Семеновна. За стеллажами ее было совсем не видно. «Опять в метро?» Все трое повернули в головы в сторону стеллажей, но никакой Татьяны Семеновны не увидели. «Девочки, что там в метро?» «Да ничего», — начала Анфиса, не приготовившаяся врать дальше. «Просто я говорю, что опоздала из-за того, что в метро...» «О, в метро!» — это уже заведующая вскрикнула. Она выскочила из-за перегородки и поверх очков смотрела на них с ужасом. В руках у нее были какие-то листы бумаги, и один вдруг упал и спланировал на пол. «Да ничего нет в метро!» — на всю аптеку закричала несчастная Анфиса Коржикова. «Я опоздала из-за того, что поезда долго не было. Я на платформе ждала, а его все не было, а потом пришел, и я в него не влезла, а влезла только в следующий. В дверях маячили лица сотрудников, привлеченных криками в торговом зале. Лида смотрела на Анфису в изумлении, как будто та призналась в том, что только что встретила на улице кабана-бородавочника. Лида всегда умела оказаться на стороне начальства, даже в большей степени, чем само начальство. Заведующая нагнулась и подняла листок. Никто ничего не сказал вслух, но ужас, охвативший всех при слове метро, словно повис в воздухе. «Вот жизнь какая!» — сказала уборщица Нина. «Это же, Господи, спаси! Всякий день то горим, то тонем, то режут, то взрывают, а все потому, что небо космосом проткнули, и сатана теперь!» «Нина!» — одернула ее заведующая строго. Уборщица еще побормотала и затихла. Заведующая оглядела свое бабье царство, сначала поверх очков, спустив их на кончик носа, а потом снизу задрав их на лоб. «Девушки все по местам!» «На три минуты опаздываем!» В аптеке все без исключения именовались девушками, даже бывшая кассирша Цели Израильевна. Она состояла на пенсии последние лет тридцать и работала фасовщицей, потому что жить без аптеки не могла. Ей было лет сто или двести, и она имела привычку время от времени спрашивать у всех, помнят ли они, как в Москву приезжала Асидора Дункан. И прелестно, прелестно танцевала. Все мялись и от прямого ответа уклонялись, потому что в случае, если кто Асидору Дункан, в Москве не видел, Цели Израильевна пускалась в рассказы, которым не было конца. Подчас не было и начала, но это ее не смущало. При этом она нещадно курила, напоминая собой Фаину Раневскую из фильма «Свадьба». и пряталась от заведующей, которая, по ее словам, помнила еще маленькой девочкой. Маленькая девочка, заведующая, с куревом всех нещадно гоняла, презирала и строгим голосом говорила, что медицинский работник не может себе позволить такие безобразные безобразия. «Коршиковы, переодевайся и на рабочее место!» строго сказала заведующая. «Лидия Андреевна, открывайте, вон уже первые посетители!» И она кивнула за стеклянную дверь. Все оглянулись. За дверью действительно маячили две тени. Эти тени, два старика из соседнего дома, приходили каждый день в одно и то же время к открытию. Они покупали по очереди валидол и таблетированную валерьяну. Должно быть, у них был строгий график, кто из них что именно сегодня покупает. Ни на что другое, у них не хватало денег, и они приходили общаться. А валидол с валерьяной покупали из вежливости. Им казалось, что если они покупают, значит, у них есть дело. Не просто так они таскаются и занятых людей от работы отвлекают. Аптечные девушки жалели и любили их, особенно Целия Израилевна, которая рассказывала им, какой дивный магазин пуговицы стоял на том самом месте, где нынче построили гостиницу Минск. Впрочем, старики были ненавязчивы и интеллигентны. Особенно никому не досаждали, если девушкам было не до них, они мирно сидели на диванчике под раскидистой пальмой с жесткими листьями, которые каждый день протирала тряпочкой уборщица Нина. Вставала на табуреточку и протирала листик за листиком. Варвара Алексеевна, заведующая, была большой поборницей чистоты. По местам, как капитан на мостике, скомандовала Варвара Алексеевна. «Рабочий день начинается!» Анфиса помчалась переодеваться, очень отчетливо осознав, что команда адресована лично ей. В раздевалке у нее был самый крайний шкафчик, доставшийся ей по наследству от Клавы Ковалевой, которая год назад ушла в декрет. Клаву в аптеке любили, вспоминали и из уст в уста передавали всем, кто только желал слушать историю ее жизни. Как в детдоме выросла, как потом в фарминституте выучилась, как оказалась она богатой наследницей, как маньяк полоумный ее чуть не убил, а майор Лорионов спас, а потом женился. Анфиса знала историю наизусть, но все равно всегда слушала. А в той части, где речь шла о богатой наследнице, особенно внимательно. Анфиса стянула клетчатый пиджачок, сунула его в шкафчик и выхватила халат, хрусткий и переливающийся от избытка крахмала. Заведующая любила только такие халаты. И в прачечной, куда сдавали аптечное белье, все об этом знали. Потому что прачечная существовала столько же, сколько и аптека. Наверное, с начала прошлого века. Анфиса пристроила на короткие волосы, легкий белый колпачок, глянула на себя в зеркало и побежала к двери, но вдруг остановилась, вернулась и распахнула шкафчик. Нужно перевесить пиджак. Конспирация, к которой она давно привыкла, иногда вдруг начинала давать сбои. Какая к черту конспирация! Когда все вокруг давно стали своими, а она ведет себя с ними, как с врагами. Но изменить ничего было нельзя, по крайней мере, пока. И Анфиса Коржикова прекрасно это понимала. На пиджачке под самым воротником пришита приметная этикеточка одной известной французской фирмы, и именно ее следовало спрятать от посторонних глаз. Эти самые глаза могли быть только уборщицы Нины, которая иногда, как бы по ошибке, заглядывала в чужие шкафы, и хотя вряд ли она знала, что это за фирма, все равно нужно быть осторожной. Анфиса завернула пиджачок так, чтобы этикетку никто не увидел. Туфельки тоже задвинула подальше, и по длинному и чистому коридору, засланному линолеумом и освещенному ровным аптечным светом, побежала в торговый зал. В коридоре было множество дверей, и на каждой своя табличка. На одной красовалось загадочное слово «материальное». На другой — грозная надпись. «Перед тем, как вымыть руки, не забудь снять халат». На третий — нарисованная рюмка и куриная нога, сопровождавшаяся скромной надписью. Столовая. Рюмку с ногой придумала Анфиса. Шалила. А нарисовал на компьютере талантливый программист Славик, подрабатывающий в аптеке с составлением лекарственных таблиц и ведомостей. И Славику, и Анфисе казалось, что это очень остроумно, а заведующая не возражала. Анфиса уже почти выскочила в торговый зал, когда в кармане халата у нее зазвонил телефон. Звонить ей в такое время мог только один человек. Этот самый человек и звонил, поняла Анфиса, взглянув на высветившуюся в окошке надпись. «Привет, бабуль». «Здравствуй, моя дорогая. Ты уже открыла свою аптеку?» «Бабуля, ты же знаешь, что аптеку открываю не я. Ее открывает всегда Лида». «Ну и что?» — фыркнула бабушка. «Церемония поднятия флага уже состоялась». Бабушка всегда так выражалась, чуть более сложной и витиеватой, чем все обыкновенные люди. «Состоялась, состоялась», — поспешно согласилась в трубку Анфиса, прикрывая ее рукой. «Я сейчас говорить не могу, бабуль. Мне работать нужно. Я опоздала». «Почему?» «В пробку попала», — прошептала внучка. «На Триумфальный. Я тебе потом позвоню, хорошо?» «Не потом, а сейчас», — отрезала бабушка. «Ты помнишь историю про собаку Баскервилли?» Анфиса насторожилась так, что даже ладошку убрала, которой прикрывала телефон. С бабушкой следовало держать ухо востро. Чуть задеваешься, упустишь, и потом ни за что не догонишь. Вот такая у нее бабушка. «Бабуля, ты о чем?» «Если о старике Конан Дуэли, то помню». «Что это ты вдруг про него вспомнила?» «Да я не вдруг и не вспомнила, а у Петра Мартыновича на участке собака Баскервилли завелась». Петром Мартыновичем звали соседа, с которым бабушка никогда не дружила и отчасти даже презирала его, потому что сосед, по ее словам, был бестолучью. Ну, забор с его стороны участка давно упал бы, если бы не Юра, который ведал в бабушкиной усадьбе всеми хозяйственными вопросами. Соседки и собаки через дырки все в том же заборе лезли на усадьбу и вытаптывали ирисы. По весне сосед разводил в старой детской ванночке гуано, которая воняла так, что со всех помоет. Слетались тучи проснувшихся раздраженных мух, Марфа Васильевна, Анфисина бабушка, в тот угол усадьбы, ближе к которому располагалось гуано, старалась не заходить. Туда направлялся Юра, перелезал через забор и отволакивал ванночку подальше. Сосед неизменно притаскивал ее обратно и устанавливал на место с мстительным и озабоченным видом. На участке у него по бабушкиным словам все равно ничего путного не росло. Путного — это значит ни цветов, ни травы, ни мелких белых роз, которые она обожала. Картошку и помидорья, как это называлось на бабушкином языке, она не признавала. Сосед же считал Марфу Васильевну барыней и белоручкой. И эта война продолжалась столько, сколько Анфиса себя помнила. Откуда он вдруг взялся, этот Петр Мартынович? Что эта бабушка решила о нем заботиться? «Коржикова, ты что, на рабочее место не идешь? Народу уже полно, там Татьяна Семеновна одна пропадает. Иду, иду!» Анфиса поглубже задвинулась в угол со своим телефоном. «Бабуль, я не могу. Ты мне вечером все расскажешь, хорошо? Особенно то, что касается собаки Баскервилли. Ты вечером собираешься к нам?» Осведомилась бабушка. «Собираюсь, я приеду, и мы с тобой все обсудим, ладненько?» «Я терпеть не могу этого слова!» Отрезала далекая бабушка. «Говори правильно, ты же не водопроводчик!» Кроме «ладненько», бабушка еще не признавала слов «кушать», «тепленький» и всякое такое. В бабушкино понимании все, кто употреблял вышеупомянутые слова, годились разве что в водопроводчике. «Хорошо, я не буду, но мы сможем поговорить только вечером», — бабушка помолчала. «Ну?» «Что?» — нетерпеливо спросила Анфиса. «Больше ничего?» А внучка лихорадочно соображала, чего же больше. «Больше ничего, бабуль. Я вечером приеду, и ты мне расскажешь». «В таком случае не приезжай!» «Почему?» — простонала Анфиса. «Почему не приезжать?» Бабушка помолчала. «Как пить дать!» Затянулась сигаретой. Анфиса представила, как она сидит, положив ногу на ногу и покачивается в кресле. Бабушка любила кресла-качалки не потому, что в них удобно валяться, а потому, что можно баловаться, качаться, отталкиваться ногой, смотреть, как появляется и пропадает в зеркале собственное отражение. «Ты сегодня до шести или до десяти?» «До десяти». «Прямо с работы поедешь?» «Да». «А на чем?» «Бабушка, но какая разница?» «Большая». «Бабуль, я уже взрослая девочка». «Раз ты такая взрослая, можешь не приезжать». «Бабушка, ну что такое?» «Я не хочу, чтобы ты шла со станции одна в темноте». «С чего ты взяла, что я пойду со станции?» «Не морочь мне голову», отрезала Марфа Васильевна. «Ключ от ворот у нас один. В одиннадцать часов я смотрю новости. Ты работаешь до десяти. Значит, на машине приедешь как раз в одиннадцать. Ты знаешь, что я не люблю, когда мне мешают смотреть и не попросила меня заранее открыть ворота. Значит, собираешься ехать на электричке и зайдешь в калитку на той стороне и думать не смей, лучше не приезжай». «Бабушка, вы все надеетесь, что я скоро выживу из ума, а я все никак. Я не разрешаю тебе идти в темноте одной. Юра тебя встретит». «Хорошо. Я приеду на машине. Смотри, а то я не усну. Или Юру отправлю». «Не надо», взмолилась Анфиса. «Она не любила, когда Юра ее встречал. Я приеду на машине, обещаю тебе». «Но ведь собиралась на электричке». Ехидна осведомилась бабушка и, судя по звукам, перестала качаться туда-сюда в своем кресле. «Надуть меня хотела». Анфисе пришлось сознаться, что да, собиралась и следом за признанием немедленно услышала вопрос, что у нее с машиной. И еще некоторое время пришлось объяснять, что с машиной ничего такого, просто сегодня она осталась в очень неудобном месте, потому что на Садовом были пробки, а Анфиса торопилась. Анфиса говорила и прислушивалась к шуму аптечного зала за белой перегородкой. Мимо проплыла Лида, посмотрела неодобрительно, потом громко топая промчалась Наталья Завьялова и на ходу улыбнулась Анфисе. Короткие черные кудри торчали в разные стороны из-под белой аптечной шапочки. Анфиса улыбнулась ей в ответ. «Что вам выписали?» громко спросила вдалеке заведующая Варвара Алексеевна. Анфиса со своим телефоном чувствовала себя выключенной из утренней жизни, с каждой минутой набирающей обороты. «Татьяна Семеновна, посмотрите, что у больного с рецептом!» «Бабушка, все, я правда больше не могу, я должна бежать!» Она сунула телефон в карман халата, поправила поясок, чтобы выглядеть безупречно, и за высокими белыми стойками пробежала на свое место. Заведующая Варвара Алексеевна, толковывавшая что-то худой и нескладной тетке, похожей на старую лошадь, покосилась на нее. «Заметила, — поняла Анфиса, все заметила, теперь обязательно припомнит». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok